Смотри на Иисуса и беги свое поприще. Пастор Томас Шаллер. Псалом 121, 1 стих. Возрадовался я, когда сказали мне, «Пойдем в дом Господень». Происходило ли с вами такое, что вы очень сильно радовались, когда вам сказали, «Пойдем в дом Господень». Был один такой фермер из Коннектикута, и он жил в 18 веке. В то время был проповедник Джордж Уитфилд, английский проповедник, который посещал Америку и проповедовал там. Господь использовал его могущественно. Этот фермер Натан Коул жил в так называемой колонии английской короны в Америке. и он был очень заинтересован быть на проповеди этого проповедника, потому что был голоден и жаждал Бога. В девять утра однажды проезжал человек и кричал, что мистер Уитфилд будет проповедовать этим утром в одном городе. Он быстро побежал в свой дом и сказал жене, чтобы быстро собиралась она. Затем он запряг свою лошадь, оседлал свою лошадь, вскочил на коня, посадил свою жену за спину свою, и они поскакали во весь опор. Они хотели успеть на проповедь этого проповедника. И тут лошадь устала, они сошли с нее, шли пешком, потом опять, когда она отдохнула, они вскочили на нее и поскакали к тому месту. Когда они стали подъезжать, они увидели невероятное скопление людей с огромным шумом. Двигались они все на повозках, на конях, скача галопом. Тысяча, тысяча людей спешили на это место, и также люди, плывущие на корабле по реке. Они все хотели успеть успеть на проповедь в Миддлтауне. Все это было, все движение это было в пыли. Все одежды людей были в пыли. Также лошади, повозки, деревья вокруг. Также и паромы переправляли людей на эту сторону реки. Тысячи и тысяч собирались на открытом месте вне города. Когда я увидел мистера Уитфилда, когда он зашел на платформу, он выглядел как ангел. Он был молод. Он стоял перед тысячами людей, и его лицо было уверенное, смелое. И когда я увидел его и понял, что Господь с ним, и это привело меня в трепет перед тем, как он начал проповедовать. Видно было по всему, что у него есть вся власть от великого Бога, говорить слово. После проповеди этого проповедника произошло удивительное возрождение. Мистер Уитфилд посещал Америку с 1768 года по 1772 год. Несколько раз. После его служения произошло возрождение, духовное объединение среди переселенцев, и были заложены основы морального качества и американского общества. Я думал о работе Божией и о том волнении в наших сердцах, когда мы видим, что Бог работает. Я наблюдал за этим много лет назад. В чем же разница между тем возрождением и этим возрождением? Нет разницы. Потому что Бог вчера и сегодня и во веки тот же. Когда мы слышим Слово Христа, когда мы идем по вере, мы взволнованы. Да, у нас нет коней на дорогах, мы ездим на машинах по 95-му хайвею на север и на юг. Но у нас есть ожидания, потому что мы живем во время вызовов, когда люди оставили духовную жизнь. Посмотрите на множество проблем в жизни людей. Я думаю, что нет никакой разницы между временами. Это депрессии, алкоголь, страх смерти. Когда проповедовал Уитфилд, 80% населения колонии приходили, чтобы слышать его. Это не была большой страной. Возможно, 10 тысяч проживали в Нью-Йорке, в Филадельфии 15 тысяч. Но 80% тех людей, живущих в те времена в этих областях, они слышали послания проповедника Уилдфида. В нашей стране мы знаем, что сейчас нужно. Люди нуждаются во Христе, в спасении души. И мы собираемся вместе, и я взволнован в отношении каждой нашей встречи. Мы встречаемся на собрании, собираемся по домам, в наших сердцах горит огонь. Мы говорим больше и больше, рассуждаем над проповедях. Один брат подошел ко мне сегодня утром и сказал, «Ваши проповеди очень ободряют меня». Я сказал, «Да, это так». Он продолжал, «Когда мы садимся в машину и едем домой, мы размышляем и разговариваем над посланиями. Мы прославляем Бога и доверяем Ему. Это великий дар». Откроем вместе Писание. Первое Фессалоникийцам, пятая глава. Первое Фессалоникийцам, пятая глава. Этим утром я вспоминал определенных людей. И я очень благодарен за Духа Божия в жизни людей. Мы сейчас видели, как пел хор, как пели пожилые дамы и мужчины, в сердце которых любовь, и которые на протяжении десятилетий верят во Христа и ходят по вере. Матфея 25-21 Иисус говорит, «Хорошо, добрый и верный раб». Добрый и верный раб. «В малом ты был верен, над многим поставлю тебя». Возьми во владение десять городов. Их имена пришли мне на память. Я думал о них много. Я размышлял о том, что Бог сделал в их жизни. Наша тема на сегодня называется так – «Лучше». «Лучше». Христос лучше, ангелы. Христос лучше пророков. Христос лучше Аарона священника. Новый Завет лучше, чем Ветхий Завет и Закон. У нас лучше эскиния на небесах, нежели та, которая была на земле. У нас лучше обетование. У евреев были также обетования, но у нас лучше обетование. и лучший Завет. И также лучшее воскресенье. Воскресенье грядет. В день он и будет восхищение церкви. Давайте мы начнем 1-е фессалники 5-я глава 14-й стих. Умоляем также вас. Давайте вместе прочтем и прочтем громко. 3-4. Умоляем также вас, братья. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Итак, утешайте малодушных. среди нас есть люди, малодушные люди. На греческом это слово человек с малой душой. У меня есть сомнения, у меня страхи, я малодушен. Что же мы делаем в отношении этих людей? Утешаем их. Утешаем малодушных. Мы можем встретиться с такими людьми на работе, когда людей бомбардирует негативная информация, которая является, кстати, токсичной. Они только и слышат, что все плохо, будет еще хуже. вы можете не верить, но будет еще хуже. Помните историю, когда Иисус пришел на брачный пир, когда у них кончилось вино, что же они сделали? Они обратились к Иисусу. Затем Иисус сказал, «Почерпните из водоносов и несите на стол», потому что вода сделалась вином. Распределитель пира, для него это была необычная картина, потому что он говорил, что всякие которые предлагают лучшее вино сначала, а когда уже напьются, то тогда предлагают вино похуже. Вот таков наш Бог, когда Бог сотворил этот мир. Он сотворил рай здесь, на земле. Адам и Ева находились там. Адам согрешил. И стало еще хуже. но когда Бог вступает в картину, Он берет это плохое и восстанавливает его. Христос искупил нас, Он дал нам вечную жизнь, Он спас нас, поместил наше имя в книгу жизни, послал Духа Святого в наши сердца, и теперь мы праведные, несовершенные, конечно будет тот день, когда мы станем совершенными в пришествии Иисуса Христа за нами. И затем Он придет вместе с нами сюда во второй раз и установит тысячелетнее царство, которое будет намного лучше наших дней сегодня. Но после этого Бог сотворит заново небо и землю и будет еще лучше. Я хочу, чтобы в вашем сердце и в вашем уме надежно утвердилось это слово лучше. Дух хочет говорить с нами сегодня, что несмотря на проблемы, на сложные ситуации, благодать преизобилует, и Бог с нами, здесь в наших проблемах. У Бога есть путь, у Него есть план, Он действует в этом мире. И Он делает намного лучше, нежели мы можем помышлять Эфесянам 3 глава. Давайте откроем послание к евреям. 12 главу. Там будет наш текст. Послание к евреям это слово лучшее, звучит 13 раз. У нас лучшее откровение из-за того, что Сам Христос говорил с нами, А до Христа говорили пророки. Ну а теперь Бог говорил нам в Сыне. Евреям 1 глава, 1 стих. До этого Аарон был первосвященником, но сейчас у нас лучший первосвященник, и также у нас лучшая надежда. Раньше иудеи были под законом, а теперь у нас лучшее место, место благодати. Он оправдал нас. Евреям 7 глава 20-22 стих. У нас лучший завет, лучшие обетования. Что такое слово лучше? Лучшее это то, что Бог записал свои законы, записывает свои законы на наших сердцах. Своё слово на скрижалях каменных, а теперь наступило лучшее время, когда он записывает свои уставы и повеления на наших сердцах. Господь дал Давиду сердце, и в этом сердце Давид исполнил всё хотение Бога, всю волю Божью. Помните, мы были неспасённы, мы были без Бога. Мы надеялись то, что мы хорошо проведём выходные, мы надеялись, что будет лучшая работа, что будет хорошая жена, что у нас будут хорошие и дети, и лучшая, лучшая жизнь. Но мы сегодня говорим об особенном. Иисус – это лучшая жертва. Евреям 9, 23. В Ветхом Завете приносили в жертву животных, но Христос пришёл, и Он предал своё тело в жертву, чтобы взять на себе грехи мира. Это лучшая жертва. Я хочу вам сказать сегодня, что из-за Бога ваша жизнь всегда лучше и лучше. Не всегда я могу заметить это, но я должен доверять, что Бог действует. Не сдавайтесь, не малодушествуйте, просто пребывайте в том, что вверено в вам Богом. Не нужен вам пессимизм, и не нужна вам тьма и депрессия. главная тема книги послания к евреям лучшая. У нас лучшие владения, у нас лучшая страна, евреям 11-16. Да, у нас есть наша страна, Соединенные Штаты, но у нас есть лучшая страна. В той стране нет больниц, нет полицейских участков, нет залов суда, нет тюрем, нет бедности в той стране, у нас есть лучшая страна. Вы серьезно? Да. Мы с вами граждане другого государства. Бог хочет говорить с нами именно об этом. Это очень просто. В моем сердце я молился через всю неделю, и мы делаем так, как пасторы, размышляя о слове, и просим, чтобы Бог поговорил с нашими сердцами. Для меня очень ясно было сказано, что церковь это место глубокой надежды, истинной надежды. Мы доверяем Богу, несмотря на все, что происходит в нашей жизни. Мы говорим, я верю, что наш Бог, Он всегда заинтересован, чтобы дать нам лучшее вино, лучший дух, лучший ум, лучшие владения, лучшую страну, лучшую надежду, лучший ответ, лучшее обетование, чтобы мы были укреплены в них. Я прочитал вам историю о том, как Джордж Уитфилд проповедовал в колониях, и Фрэнклин, он слушал этого проповедника, и он стал первым из знатных людей колонии прежде Джорджа Вашингтона, и он просто хотел слушать его. Там не было ни интернета, ни айфона, не было кинотеатров, не было этих развлечений, которые мы имеем сейчас. Люди просто шли и слушали этого проповедника, который проповедовал великолепные вещи, дух действовал. Жизнь может быть сложная, грязная, виновная, пугающая. Люди сравнивают друг друга, но когда Бог начинает говорить, это совсем другой дух, лучший дух. Когда Бог говорит, Он убеждает нас в истине, мы говорим, это нужно мне, еще нужно, я хочу верить Богу. Я отвращаюсь от того, что идет из праха. Кстати, не нужно питаться из мусорки, там ничего нет хорошего. Думайте с Богом, слушайте то, что Бог говорит. Пусть ваши сердца находятся в дисциплине и во внимании по отношению к истине. И сегодня мы говорим о том, что у нас также есть лучшее воскресенье, лучшее воскресенье. мы ожидаем восхищения церкви. Когда мы умираем, мы выходим из наших тел и идем на небеса, а потом мы встанем перед Богом и будем воскрешены и получим награду. Мы ожидаем, потому что Христос прошел этот путь первым. Давайте прочтем из книги послания к евреям 12 главы. Я верю, что люди живут в отношении людей потерянные, есть верующие, которые также растерянные, и им нужно услышать то, о чем мы говорим сегодня. Мы читаем с вами о тех людях, которые прошли свое поприще перед нами. Они находятся на небесах, и они наблюдают за нами. Они там. 12 глава, 1 стих. Они наблюдают за нами, это как люди на стадионе, наблюдают за теми, которые бегут свое поприще. Поэтому мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, святые. те люди, которые прошли на небеса, они наблюдают за нашим хождением веры. Это Самсон, Иефай, Давид, Авраам, Иаков, Исаак и другие святые. Мы находимся здесь на земле, и они наблюдают за нашим хождением веры. Дальше здесь написано «Поэтому свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». Возьмем легкоатлета, который тренируется, чтобы бегать, и он может налагать на себя определенный дополнительный вес, чтобы укрепить мышцы свои. Но здесь говорится, чтобы мы сбросили этот вес ненужный. Это нечто, что может беспокоить меня. Мой страх или моя неуверенность, я прокручиваю это в своем уме раз за разом, и это не оставляет меня. Это ненужный вес, ненужное бремя. Но это может быть что-то из моего прошлого, или кто-то сказал вам что-то, и вы живете в этом. Вы отвлечены этим. Это беспокоит вас. У нас есть способность, чтобы мы свергали всякое бремя, чтобы мы фильтровали информацию, игнорировали определенные вещи, просто отбрасывали их в стороны и продолжали бежать свое поприще. Мы свергаем себя всякое бремя, которое может также и грех, который может запинать нас. Мы бежим с вами как атлеты, и у нас лучшая дистанция. Мы смотрим на Иисуса Христа. Давайте еще раз прочтем. И свергнем себя всякое бремя. Обучитесь изолировать определенные вещи, направленные на вас. Игнорируйте их, отбрасывайте их. Вы когда-нибудь разговаривали с вашей женой, и разговор ваш переходил на повышенные тона, а потом происходила эскалация, и в конце этого вы в недоумении задавали себе вопрос, как так, что мы дошли до этого уровня? я недопонял ее, она недопоняла меня. Такого не должно было произойти. Да, но это часть нашей жизни. Мы можем или добавлять масло в огонь, или мы можем обучиться, как не продолжать. Это может занять у нас до нескольких лет, чтобы обучиться этому. В некоторых браках еще больше, к сожалению. Итак, первый стих. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Итак, мы бежим с вами дистанция. И мы можем встретиться с запинающим нас грехом, который замедляет наш бег. И мы снижаем скорость. Или мы вообще падаем и перестаем бежать. В среду вечером мы говорили о том, что у меня есть свой мир, в котором я живу. И также есть мир Божий, который Бог предлагает для меня. Это лучший мир. это все, что я хочу сказать сегодня. Лучший, лучший. У Бога все лучшее для нас. Мы бежим свою дистанцию, и малодушный человек очень легко может споткнуться. Он малодушен, он беспокоится обо всем. Его очень легко запнуть, и он запинается и падает. Или у него такой темперамент, или он застенчивый, или он напуган. А вы знаете, то, о чем мы говорим вам сегодня, это совершенно новая жизнь, и она волнует наши сердца. Мы все такие же, мы все одинаковые. Но если вы бежите поприще, если вы бежите поприще, ваша жизнь будет меняться. Вы обнаружите Христа, и вы поймете, что во Христе все лучшее. Это истина, и это очень просто. Мы просто можем повторять и повторять это. Мы бежим с вами нашу дистанцию. Как мы ее бежим? Зирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Вы пришли сегодня на собрание, потому что хотите услышать послание от Бога. Вы взираете на Иисуса. Вы встаете утром, и в вашем сердце вы говорите, да, в моей жизни много что происходит, но мои очи направлены на Иисуса, потому что у него есть нечто лучшее для моей жизни. Да, мы можем поаплодировать Господу. Да, аминь. Спасибо Тебе, Господи. Иисус, Иисус, это все Ты. Я разговаривал с одним братом после утреннего собрания. Это драгоценный брат и очень любит приходить сюда. Мы поговорили немного и он сказал, мне 67 лет, у меня рак. Я спросил, какого рода? Он говорит, простаты. И вы знаете, что это вообще не беспокоит меня. У меня есть Иисус. Вы видите это, но с Богом лучше. И он говорит, что если я умру, все нормально. Я все равно не буду жить здесь вечно, в этом теле. Бог благословил меня во многом. Вот таков наш ум. Откуда он взялся? И что же Дух Божий говорит вам и мне? Мы верим в Иисуса Христа. Я не говорю, что мы не живем в настоящей реальности. Мы говорим, что Бог вместе с нами в этой реальности. Я не говорю, что я тружусь с утра до вечера. Я тружусь вместе с Иисусом. Давайте дальше прочтем. Второй стих. Зирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Итак, Иисус начало и окончание нашей веры. Он начал все и он все завершит. Я могу думать так, что у меня есть проблемы и Иисус поможет мне. Да, это один путь мышления, но другой путь мышления. мои глаза на Иисусе, Иисус говорит со мной, Он служит мне, Он утешает меня. Я малодушный, но Он утешитель, Он мой учитель. Он ведет нас и наставляет нас. У нас есть призыв, мы на миссии, у нас есть цель. Ни одна жизнь человека не является случайностью. Мы верующие, и в нашей жизни все от Бога. И наш Бог, наш Небесный Отец, и Который сказал, что у вас и волос с головы вашей не пропадет, и ни одна птица не упадет на землю без воли нашего Небесного Отца. Вы когда-нибудь находили, мертвых птиц на дороге, птица падает, она мертва, и без воли Божьей ни одна птица не упадет на землю. Моя жена, ей нравится кормить птиц. Я спрашиваю ее, зачем ты это делаешь? Небесный Отец кормит всех птиц. Зачем ты тратишь деньги? Она говорит, Бог использует меня, чтобы накормить птиц. Хорошо, хорошо, все, 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 закончили, закончили. Давайте еще прочтем. 12 глава 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает или воспитывает лучшее слово». «Если вы терпите воспитание или наказание, то Бог поступает с вами как с сынами». У нас есть такая поговорка в английском, что «Господь разберется». Это в отношении родителей и детей. У Халева родился ребенок и «Господь разберется во всем». Повернитесь к вашему соседу и скажите «Господь во всем разберется» и он не будет играть в игры. Воспитание это то, когда Бог стучит в вашу дверь и говорит «Привет, я слышал о том, что ты сказал, что не покинешь меня, но вот пропел петух и ты отрекся от меня три раза», говорит Иисус Петро. Когда так произошло, Петр вышел и заплакал, но Бог послужил Петру. Происходило ли с вами такое? с вами происходит нечто, и вы не можете понять, что происходит, от Бога ли это? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 16,33 «Мужаетесь, я победил мир, в мире будете иметь скорбь, но мужаетесь, я победил этот мир». Иоанна 5,7 человек рождается на страдания, мы с вами можем быть голодны, можем болеть, и не обязательно это Бог воспитывает или наказывает меня, это обыкновенная жизнь, но также и есть воспитание от Бога, это определенные вещи, когда Бог говорит с вами и обучает вас, и Он разбирается в вашей жизни с вашими грехами, это хорошо, что Бог разбирается с определенными вещами в моей жизни, потому что я понимаю, что я сын, а если нет воспитания, восьмой стих, здесь говорится, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны, вы называете себя верующим, и если вы никогда не терпели наказание, никогда не претерпели воспитание, возможно, вы не сыны, но мы с вами воспитываемы, наказываемы, от нашего Небесного Отца. И в конце я скажу вам предостережение или наставление, когда на вас наваливается больше, чем вы можете перенести, продолжайте взирать на Иисуса Христа, на начальника и совершителя нашей веры. Когда вам больно и ваши руки опущены, давайте дальше прочтем, 12 стих, «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими». депрессия опустились, ваши колени задрожали, депрессия накатила на вас, вы начинаете хромать, и Бог воспитывает вас. Когда Яков боролся с Богом, то тогда Господь коснулся его бедра и тот захромал. Продолжайте взирать на Иисуса, и чтобы Он выпрямил вас, чтобы хромлющее исправилось, а не совратилось. И ходите прямо ногами вашими, 13 стих, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. это картина того, что сустав ваш может функционировать недолжным образом, и лучше, чтобы этот сустав исправился, нежели захромал все больше и больше. есть верующие, которые огорчились и сошли с пути веры, но лучше быть поправленным и исцеленным. есть ли исцеление, когда вы теряете дитя, после плача, после печали, это серьезная вещь, которая может произойти. И я захромал, я не могу бежать, но я, взирая на Иисуса, и Он исцеляет мою хромоту. Я верю в это. У Бога есть нечто лучшее. Я не знаю до конца что, но я верю в это. Нечто лучшее для моей жизни. И не важно, что произойдет в моей жизни. Мы просто верим. Верим в Иисуса. Я не буду раздражаться, но я буду верить, буду подчинен, буду жить в вере, имея понимание Бога. И Он говорит, если даже Он убивает меня, и тогда буду надеяться. Иисус на кресте, и это просто чрезвычайное место страдания, и там Иисус доверяет Отцу. Потому что Я знаю, говорит Иисус, что Он мой Бог, и Он благой Бог. И Я умираю в вере, и через три дня Я буду воскрешен. Таков наш Спаситель Иисус Христос. Он пример для нас, за Которым мы следуем. Аминь. Господи, тысячи людей в этом мире испытывают боль, страдания от негативных вещей, которые происходят в нашей культуре. Даже для верующего есть возможность стать малодушным и пугаться всего. Сегодня мы говорим «Нет, нет, Боже, нет». Мы следуем за Иисусом. Мы верим, что есть нечто лучшее от Бога, что ведет меня к определенной цели. Мы верим, Господи, в это, и помоги нам, Господи, служить такими же словами другим. Спасибо, Иисус. Иисус. Если вы не верите в Иисуса Христа, Бог серьезен в отношении веры. Бог может сказать, что ты думаешь, веришь в Меня, но живешь своей собственной жизнью. Ты можешь говорить о Боге, но вопрос в том, доверился ли ты Богу, спас ли тебя Бог, вошел ли Христос в твое сердце. Стал ли ты серьезен в отношении Бога? Сказал ли ты Иисусу «Да»? Это между вами и Богом. Скажите «Да, Иисус». Я принимаю тебя, Господи. Ходите по вере. Оставьте ваши старые пути. Скажите им «Нет». Скажите «Я хочу Бога в мою жизнь». «Я свергаю всякое бремя и запинающий меня грех и начиная свое поприще, взирая на тебя Иисус. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Иисус».